Так, вот стрим опять запустился. Через минуту буду у вас. Так что ждем. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... 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 Не понял, а кто играет вообще... А, Зерк 1-1, это масса... Мы нам шар против массы... Смотрим сейчас... Масса делает на хайграунде... Продолжение следует... Продолжение следует... Одену удобно... Продолжение следует... 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 Так, три дрона заказывают Нам шар сейчас сверху четыре роуча Очень чётко он личинки Использовал Вот До того момента, как Гранаты их взорвали бы Они взорвали бы, у него 13 хп было в одной Мастодон 0.9 на твиче Вот Так, сейчас закрою тут кое-что А вот, отлично Короче Вчерашний день выложил Началась обработка уже Задержка минуты Сегодня меньше, чем вчера, помните об этом Зовите всех сюда, стрим будет Ну, очень долго идти Фактически Вчера стрим шел до часа сорока Я думаю, кто вчера смотрел Вы помните, пришел нам шар Попытался роучами сейчас что-то сделать Поотпушить, абсолютно ничего не получилось Здесь готов тиран Но нам шар-то не делал Улыну, он в третью хату выходит То есть у него все нормально Вот, вчера до час сорока Стримил, ребят Я думаю, многие смотрели и помнят Лег спать фактически Пока там заливал воды Мылся, чистил зубы Уже почти что в три лег Встал в десять сорок Хотя до этого еще тоже встал Девять часов примерно Но потом было не заснуть Но все-таки поспал Еще около часика Вроде как офигенно выспался Вышел, погулял с чарликом Позанимался на брусьях Сегодня, вчера, ну, перерыв устроил Сегодня так кайфово было Так вообще легко Все же, ну, прям Я прикайфовал, ребят Реально, короче Энергии мне это явно прибавит Короче говоря Ну и покушал, все Поговорил с человеком Все, стрим опять начинается Ну, практически круглосуточный У нас Старкрафт начинается А скоро ведь и Блескон Ну, хорошая разминка перед Блесконом В следующей неделе, я вам скажу Но на неделе тоже лучше не расслабляться Потому что, ну, сами знаете Расслабился, потом влом, все Вот А сегодня у нас до конца данный турнир Будет идти Стрэндж будет играть в Венера В самом конце Сейчас, в самом конце Ну, пары самые последние По две В РО-16 По две пары подряд будет Вот Так что дело такое Нам шарф Что-то взял, что он русский Здоровый дом Здоровый дом Чалика тоже погонял Немножечко Палку ему выкидал Заставил повисеть на палке Через стуху потренить Маленечко Вот Чалик должен быть доволен Ну, теперь, конечно Докумама придет Придется дома тусоваться Ну, это уже скоро будет Через часов Пять С половиной Где-то Выход от массы Пошел сейчас У нам шара Достаточно много Криптумора Смотрите, уже на 12 часов За 12 даже Протянул Здесь через камни Уже протянул Но в центре Крип практически Отсутствует Здесь танк В наглую Его законтроливает Этот крип И готовится Тройной дроп На мейн Сейчас Ну, посмотрите Дроп-то дропом Но Тайминг щитов Опять же Не люблю Такие билды Коя щиты Такие поздние Ну, а что делать Три медивака Полных мариков Но щитов-то нет До сих пор Вот залетают Эти три медивака Надо дропаться Уже Нам Мася Пошел Дропщик Королева чудом Уходит У нам шара В это время И Роуч Ворон И Хату Одновременно Бьет Массу Мне кажется Ошибка была Сейчас Надо улетать Здесь Иначе Беда Улетает Масса Несколько мариков Потерял Все, что он сделал Фактически Это Выбитый Роуч Ворон Может, пару дронов Там погибло Еще Но Мне кажется Это не очень Такой Размен Бить один Роуч Ворон И все Марики без щитов Но они не могут Адекватно с Роуч Медраться За щитами Уже Да Без щитов Нет Минус полный Медивак Мариков Это вообще Гигантский Косяк С стороны Масса Так Здесь танчик Есть Танчик Прикрывает Улетел Но В общем-то Я сказал бы Что Так Вот этот Один единственный Дроп Сделал больше Чем Те три Медиваков Смотрите Восемь дронов Уже уничтожено Вот А предыдущий Дроп Мое мнение Было практически Бесполезен Но Намшар Уже почти готов Хай Вот Намшар Из фультрал Может уходить 2-2 Только заказал Вот Намшар Ооо Этот Масса Не обратил Внимания Даже завтыкал Он не завтыкал Но судя по всему Не очень Он завтыкал Нормально Заказал Более-менее Так Здесь несколько Криптумров убивает Ну вот в тылу Остался еще один Криптумр Дальше Скан Ну а здесь 22 криптумра А вот он Один-то Спаситель Опять же Формулу С полуокружностью Радиусом Там Вот и все дела Дальше Ну, тут папуетка вот этих мариков. Нет смысла дропать вообще куда-либо. Они, потому что просто тупо в рабочих, да, есть. Потому что иначе они не вылечат. 177-164. Как-то масса умудряется Намшара, честно говоря, на мультитаске очень сильно сейчас разводить. Но Намшар теряет дронов, конечно. Немалое количество отбивается. 19 уже потеряно у него. Ну, вот четвертого отдавать не стоит, на самом деле, Намшару, я так думаю. Одного либератора выбил, второго тоже выбил. О, Роучи и Реваджеры дерутся неплохо. Два армора. У них атака только одна. Нужно с двух сторон сейчас зайти. И Намшар это понимает прекрасно. Он сейчас будет заходить. Микос на Био сейчас упадет, ребят. Опа, Био идет вперед, где Мико Зенц. Мико Зенц пошел. Фаер Булл на Либератора раз, верлибор на Либератора два. На одного этого не хватило, одного Фаер Була. Что ж ты делаешь, Намшару на халяву здесь только забомбил. Дичь-то просто, ё-моё. Пораньше б кинул, было бы хорошо вообще всё по лимит. Два ультрала первых заказа. Нужно ли дальше ломиться? Нет, не нужно. Намшар это понимает. Инфесторы где-то сзади. Только у одного энергия будет, надо копить. Кстати, где они были вообще? Смотрите, инфесторы давно заказаны. Он уже 140 скопил, а с 50 выходит он. Четвёртая цеха у Массы полетела. Ну, там уже ультралов у Намшара хорошее такое количество, я вам скажу. Сейчас ещё. Так, уже есть пару точно. И выходит ещё 4, по-моему. Уникальный армор буквально через 15 секунд будет готов. Это хорошо уже точно, значит, доделается. Очередной дробь. Двойной идёт. Здесь ультрала надо сорвать сейчас. Самое ценное здесь в данном месте даже не рабы, а вот то, что убивает тиран сейчас чертяга. Он выбил третий армор, но хорошо хоть... Ну, третий армор, ладно, только-только был заказан. А вот куготь уже более чем наполовину готов, потому что куготь точно нельзя было терять. Так, пытается медивак улететь. Улетает на спорку, и тут только Марик с мародёром успели выгрузиться. Одновременно дропы на мэн какие-то от Массы идут. Ой-ой-ой, я пропустил атаку, я дико извиняюсь. Ну, чем эта атака дропчиком, видимо, была, а не полная всей армией. Потому что лимит не проседает у Массы, да, как бы сейчас. Хотя, может, и армией была. Ну, я косячу вначале тут, ладно, надо немножечко раскликаться. Привет, да, Худжи. Привет всем везде. Твища с K2T Goodgame. Там, в виде ТВ, в одноклассники, там тоже плеер есть. Так, куготь доделывается. С эволюшем-то готов, но чуть грейды не заказываются. Здесь может выбить сейчас масса ультрал кэвер, но выбивает ультрал кэвер, но новый заказывает сразу нам шар здесь в проходе. Здесь всё ещё идёт битва за, вероятную, четвёртую базу на 12 часах. А дропов всё, ну, наставь-то спорок побольше, ё-моё, всё не может, а дроп никак отбиться нам шар. Так, здесь два марика дропнут, королевы их развалят, я так думаю, двумя арморами. Хотя здесь три атаки уже нет, таких вариков не развалишь. Я не заметил, что там третья атака уже готова. Вот и 3-3 подъехал. Такой боец. Это почти как Джонни Рико, который на Жука залезал. Но не совсем, конечно. Но здесь флоп, зато ультралы с реводерами всё проблевает неплохо. У ультралов 2-2 грейды. Косит, просто мародёров вообще выкашивают. Смотрите, бедняк. Почему грейды не отменяют, Revolution убивают. В общем, грейды сами отменяются. Ещё в тяжёлом первом Старкрафте, где всё надо было вручную делать. Грейды отменялись сами. Ресурсы возвращают полностью. Так, здесь заблудились ультралиски. Это очень плохо. Почему? Потому что вроде как Зерк-то так более-менее разбирает оппонента. Но проблема в том, что у него 3 базы, во-первых. А здесь 4. А во-вторых, здесь дропы просто зашатали в хлам вообще беднягу. Намшара, он остался без хайва, без центрального улья просто. Здесь нужно криптумор вот сюда выставить. Иначе вот эти все здания будут погибать. Не знаю, видит ли Намшара вообще, что надо выставить криптумор. Да не сюда, вот под здание надо было. Ё-моё. Накакать за углом, и всё нормально было. Для Зергов это плюс. Порода у Чарлика. Говорил уже много раз. Мама у Чарлика такса была. А Батя неизвестен, может. Но по морде, по привычкам, я думаю, что спаниель там какой-то был, скорее всего. И по тому строению тела его, в принципе. Но лапы у него, конечно, мощные достаточно. Тоже, может, не особо спаниельские, не знаю. Поэтому кто-то говорил, что какие-то лапы какой-то танцевать. Ну, морда спаниель чисто наглая. Причём, вот, ну, собаки как бы с собаками со всеми. Ну, не все собаки, но зачастую собаки с собаками. Так, здесь 12 вышатывает. Эту базу тоже зашатал. Масса. Похоже, нам шару здесь плохо будет. У него нету караптеров. Он не сможет либераторов законтрить. Собаки с собаками любят поиграть. Ну, Чарлик, по крайней мере. Но свою-то породу чувствует больше. Вот с таксами он, да, как бы любит там побегать. И с паниели он тоже, как таких своих считает. Может, конечно, размер решает. Так, надеюсь, нам шар все сдержал. Прессинг весь. Надеюсь, масса королев. Ой, бедняги. Вы что, говорит, заболели ребята, что ли? Давайте мы вас накажем. Кстати, королевы... Вы видели, сколько королевы с нулем атак? С нулем атак. У них две атаки и урон четыре. То есть это восемь. Но с каждой четверки минусуется... Ой-ой-ой. У мародера четыре армора. То есть каждая атака по ноль наносит. То есть это она... Она наносит демош, конечно, но не каждый удар даже наносит. Поэтому мародеры так долго жили. Вот это было, да, поэтому так и происходило. Ну, нам шар каким-то чудом занял по итогу все-таки 12 часов. Ну да, нет, у Спаниеля лаха такие. Нормально, он же... Он же в Спаниелях просто очень разных много бывает. Я имею в виду, что Спаниеля не игрушек в Спаниелях, а охотничек таких, которые утятники. Такие в Спаниелях. Здесь просто похоронили королев Гасты за то, что они больных, ребят. Тут развалили. Ну, те сами, конечно, полетели. Агрессию проявили. Здесь уже масс Гастов просто. Здесь уже пятая база. Вот смотрите, масса ушел сюда. Почему нам шар одновременно не предпринял контратаку? Ну, вот эту-то базу он легкую вынесет. Сюда бы тяжело было бы. Ну что, КСМ-ки ушли. Нам шар отступает назад. Нам шар не хочет вперед идти. Ну, правильно, ему нет смысла этого делать. Вот он рейнджовую атаку сейчас заказал одну. Видимо, заметил, как королевы мародеров убивают. Здесь Криптомаров наставил. С Дани выжили. Зергу будет... Ну, он строит. Вот Зерг не понимает, что он делает. Ему нужно шпиль, ему нужно делать воздух сейчас. Потому что либераторов по-другому не выбить будет. Нам шар же что-то тут. Кореец канадский тоже делает полный вред. Почему? Потому что либераторам рейнджа нету. Давным-давно бы уже сделал и наказал бы. И все. Ой, какой фейл. Как намекоз сейчас попал масса. Ну, как гасты там снайперят. Это же просто дичь какая-то. 90 на 129. Ультралы под либераторов лезут. Кое-то под либераторов-то попер разгром. С чарликом на уток вообще в легкую. Правда, он не обучен как бы. Но дедушка старенький. Мой так бы взял обязательно. Чарлик плавает. Что у чарлика характерно? Он любит и копать там что-нибудь. Ну, таксы же они норные такие, ребята. Обнюхать норы. А плавает просто как торпеда вообще. Ну, то есть он гораздо лучше Спаниель. Я думал, он плавает. У него длинное тело. Оно такое устойчивое, как корабль. Он реально далеко. Вот на великое здесь плавал. Снимаем со мной до центра реки. В легкую доплываю. А это назад. Так, ждем инвайта. Так, newgoodgame wellplayed на твиче говорит. Спрашивает точнее. Так, так, так. А что такое? Инвайт-то будет? Все, отлично. Пошел инвайт. Спасибо, разумеешься. Рубль вижу. Great. Ультре был давным-давно. Хочешь купить с К2? Вопрос. Купить мне только Винксов Либерти. Все ли дополнения нужно тоже покупать? Вообще, Олег, не Винксов Либерти. Олега Сеуза Войт. Лотов сейчас последняя часть. С нее все играют. Во-вторых, лотов можно купить отдельно от других частей. Только ты не сможешь в компанию пройти, да, других частей. Вот. Так не нужно. Вот Ходс привязан к Волу был. То есть Ходс нельзя без Вола было купить. Так, 6-й просто хочет. Поиграть ладер. Тут тебе надо вот вкупить и все. Так. Так. Продолжение следует... Так, сейчас проявлю твич, твич идёт, всё, отлично, игра началась, всё лишнее закрываю. Да, грейда ультралиском не было, ой, был в прошлой игре, но одно дело, когда ультра бьётся с мариками-мародёрами с этим грейдом, а другое дело, когда либераторы с плюс-2 стебают по тебе. Причём у них дэмэдж не делится на две части, то есть, а у либератора с плюс-2 дэмэдж, я напомню, 95, как бы. А брони у... там не было даже третьего армура, но мшара, то есть, брони 7 у него было. То есть, как бы 88 наносит он дэмэджа. Опа, Юр. А, ты-то чё? Спасибо, вижу 27. Да, сегодня ещё и СГЭЛ будет. Лучше б ЛАС-10 нормально играл, потому что, ну, на СГЭЛ ему тяжеловато будет явно. Ну, зато теперь не надо разрываться между двумя разными турнирами. СГЭЛ готов! Ну, СГЭЛ у нас проходит мимо нас, к сожалению. Я думаю, что Мэджик будет стримить СГЭЛ, возможно. Вчера он стримил, но сегодня плей-офф, грех не постримить. Там великолепные матчи просто будут. Ну, вот, корейцы там топовый уровень. Да, у нас Евро Старкраф. А, это ты турнир подержишь? Блин, а я тебе добавляю. Я думал, блин, это вот всё не исправили. СГЭЛ готов! СГЭЛ готов! Давай, удиви меня! Я понял, всё убрал, короче. Просто этот баг не исправили, я просил исправить-ка его. Ну... Ооо... ... Играет музыка Второй Эволюшн будет либо... Ну, понятно, что будет либо Коготь, либо Рэнджоу играет. Но я думаю, что, скорее всего, будет Коготь, судя по предыдущей игре Намшара, судя по его стилю, как бы. 40-39 парабам. Рипера подбрил, Рипер подбрил одного рабочего до этого. Масса играет дробчик. Сейчас, какой он дробчик, кстати, играет? У него и стимпак пошел, между прочим. А вот он уже летит. Это стандартный дробчик 16-ти мариков. Пролетает прямо через Королев, чуть медивак не потерял. Это ошибка. Королев нужно отвезти, разгружается. Масса дробует мариков здесь. Ну, вот такими медиваками уже ходить здесь опасно. Если лингов достаточно, их достаточно. Могут Королев из-за лингов медивак фокуснуть. И тогда половина мариков считает, что точно не улетит. Здесь скан идет криптумор выбивать на центре. Как-то Намшар все видел? Не строит ручей сейчас уже. Надо было чуть больше лингов добавить. Тогда бы они на самом деле... Ой-ой-ой, больно Намшар! Как жахнуло! 14 лингов минус! Масса сразу врывается наверх, ребят. Это провал для... Шведского зерга, я вам честно скажу. Какой фейл? Как не вовремя. Как не вовремя сейчас зафейлился Намшар. Это, ребят, 0-2. Это разгром, я так думаю. Потому что здесь уже роучи 5 штук точно не помогут. Тем более ума... Ё-моё, как здесь вообще жестко все. 48, 0-2. Просто одна минка, вот этот залп. Дело даже не в том, что минка убила там 14 лингов. Да, они тоже бы решали бы у Воронежа сейчас. Но дело в том, что это было сигналом для Массы, а ошибкой. То есть он и так прессовать собрался. А это была ошибка Намшара. И это был сигнал. Иди вперед, накажи этого нубца. Просто все. Он пошел и наказал этого нубца реально. Ну как же так? ГГ пишет Намшар. Наверное, расстроился. Там долго ГГ не писал. Как же... Просто вот это для... Это бывает тебе прет. Это вот когда оппонент, реально, ты делаешь шаг. И даже, может быть, не рассчитывая на именно такой исход, оппонент совершает ошибку и получается просто идеально. Не знаю, кто этот был, придумал первый, но я, мне кажется, Убьяна его увидел изначально. Может быть, не он. Ну, кто-то из Кореи пришло, точно. Потому что для тиранов корейцы придумывают, скорее всего. Крутой Бабрик поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей и сообщает Привет, восклицательный знак равно. Положим начало сегодняшнему донату. Восклицательный знак равно. Спасибо за стримы. Позитива тебе и удачи. Восклицательный знак равно. Спасибо, крутой Бабрик. Тебе большое. Очень большое спасибо. Ну, надеюсь, что действительно это будет только началом, потому что стрим будет идти нереально долгое время. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, фирью термал сейчас, говорят, будет. Да, помню, на амшар косичнул на резги. Спасибо всем, короче, ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Да, крутой Бабрик. Так, настроение... О, коронованный, или ты был коронованный уже? Настроение очень даже ничего. Вот. Я не знаю, хоть немецкий, но я так понимаю, термал говорит, я еще не ел, судя по всему. Вот. Или что-то такое. Что-то... Или я еще не доел. Вот. Даниэль Гарнер. Так, все именно так. Успел я сходить на брусья. Вчера сделал перерыв. Сегодня так легко шло, нигде еще не болело. Прям, ну, аж кайфовал весь. Мышцы кайфовали, сам прикайфовал. Надеюсь, что поможет эта энергия и даст мне на сегодняшний стрим. Потому что стрим будет... Ну, я предполагаю, что он будет невероятно долго идти. Почему? Потому что даже по их расписанию финал стоит на час ночи по европейскому времени. То есть на два часа. Вы только представьте. Я надеюсь, что быстрее пройдет. Ну, они в расписание хотят уложиться. Ты сейчас... А, да, ветерман сказал, что не доел. Он говорит, я насладаюсь с моим сабвеем. Ну, сабве это, я понял, фастфуд. Оставьте меня в покое. Нет, давай, играй. Вот. Стрим очень долго пойдет. Все матчи там по очереди будут. На голландском пишет. Значит, он похож на немецкий. Как вам голландский вообще? И голландский есть такой язык? Нет, кстати, даже... Мне кажется, он сродни немецком. Просто нидерландский язык. Да, есть какой-то, смотрю. Группа германских языков. Западно-германский. Голландский. Голландский. Фламандский. Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому это большая помощь тоже мне. Ну и подписываться на премиум стримов из игры. Просто даже сегодня будет реально 12 часов. Ну и поддерживать по реквизитам писания через плеер. Также я буду иногда кидать ссылочку, по которой можно поддержать данный турнир, ребят. Так что у кого возможность есть, поддерживайте, чтобы нас звали в такие турниры, и чтобы такие турниры были. В ближайшее время я еще кофейку себе сделаю, пожалуйста. Приз уже 2100 баксов на данный момент. Продолжение следует... Еще веск сегодня. Правда, два разных времени поставлено. Продолжение следует... Зашел я к этому дурачку, а там доты-значок. Ну сразу понятно. Умственно отстало и метится одним и тем же значком. Что тут поделаешь? Хоть бы шифровались. Маленько, короче. Продолжение следует... как ты у хаста Блин, ну что, если ты был, что у меня не каста. Далее 5 минут, наш пьютермал доел. Нет, Стрэндж вообще, Стрэндж будет играть сам последним вообще. А, нет, по расписанию, да, но... Короче, у нас на Ликвипедии неправильное расписание. Я вам сейчас скажу, какое у нас на самом деле сегодня расписание будет. Так, никуда я зашел, вот. Мана Сокин Амшармаса, 12.00. Ютермал Фирт Элухарстом в час, ну это по европейскому времени, соответственно. В час Мана Сокин Амшармаса в 2 часа по нашему Ютермал Фирт Элухарстом. Снут и Лейзер Хиро Марин против Сирала 3 часа. И Ламбо Ди Муслим, и Стрэндж Марин Лорд в 4... Упу, Стрэндж на Марин Лорда попал, я чуть и не заметил. Ну, Тиранчик, можно попытаться шатнуть, конечно, его. Я думаю, Стрэнджу под силу, но, конечно, оппонент не из легких попался. Что тут говорить? Вот так вот. Так, вот теперь считай, коллега, да нет, конечно, но... К сожалению, к сожалению, что-то чаще умственные способности не проявляются в том направлении, чем проявляются. Но на самом деле не всегда так, к счастью. Стрэндж на Марин Лорд в 4... Стрэндж на Марин Лорд спасait. Продолжение следует... 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 Четвёртый. Нет, пошёл уже. Ну, правильно, просто не лезет. Куда ему лезть сейчас? Зачем? Инженерка утермала что? Инженерка одна. Тоже втыкает, я бы сказал. Ему уже армори пора строить. Второй инженер, потому что уже 2-2 надо заказывать. Он мог вообще уже давно 1-2 делать. Но решил не спешить с этими грейдами. Либераторы там добавляются. Всё добавляется в итоге. Так, вот. Не устанавливаю. Опять летит дроп минок. Интересно было. Я думал, сталкера вывел, чтобы минку развести. Типа, она стрельнет, отблинкнутся. Нет. А при этом всё мне не сконтролил сам. Фиер просто отдал сталкера на минке. Но это так делать не надо. По лимиту уже проседание. Вот смотрите. Ютермал проваливал свой харасс вначале, но он грамотно очень развивался дома. То есть, вот этот контроль в атаке не был ущерб ему контролю дома. И в итоге у него... Опа, бабах. Семь. Семь. Как с куста просто рабочих унесло сейчас. Ну, чё за ошибки. И ему в итоге... То есть, этот харасс не был минусом. Он развился. У него всё нормально. Здесь же... Здесь же, в общем-то, у Фира просто элементарно не хватает рук отбивать харасса. Одновременно, ну, чётко развиваться. То есть, у него парабам проседание. Четвёртый Нексус. Ты уже давным-давно был. Не раскачан был. Гайды не делаются вообще. Сделай 1 на 11. Фаржам простаивает ещё. Минку вот выбить не может. Всё, она 12 юнитов уже нащелкала. Да ёпорста... Ты можешь вообще? Что ты вообще можешь? Надо уже предъявлять, а не просто по факту говорить. При таком раскладе. Реально, что за косяки дешёвые такие? Вот, наконец-то прилетел арсервер. Сейчас ещё минка в ДКД шлучь ещё бы раз бы. Да, сталкерами подконтролил. И термал 2.2 заказывают у Фира. Как ни было, градусов и нет. Идёт сейчас минка по адептам. Бабанчик сделает. Бабанчик минка делает. Больно. Одному адепту он уничтожен. Остальные получили сплэш. По 10 хп они потеряли. То есть даже при регене полей у них не все жизни восстановятся. Сюда у нас скан к рампе идёт. Раскладывается левератор и термал вырывается вперёд. Ну, нужно этот. Нужно обсервера. А обсервера нет. Здесь 190-200. Ну, тем и менее, у Фира лимит есть. Здесь дестабилизаторы вот... Ах. Вот, блин, я не знаю. Ну, не дошаривают в Лотве некоторые товарищи, блин. Ну, у тебя уже макра, уже лейт супер. Куда тебе эти дестабилизаторы? Это лишний контроль. Неужели просто не вложиться во вторую фаржу, чтобы по граидам не отставать, а лучше даже опережать оппонента своего? И тебе не надо никаких дестабилизаторов будет. Ты обычными юнитами будешь разваливать. Конечно, сейчас уже вторая фаржа даже, ну, у тиранов трюк граиды быстрее делаются, чем у Фродса. Но, так, Либераторов попытался персбить. А это-то что было? Куда ты, ё-моё? Убийка... Убийственный блин в стиле Вердоса. Но убийственный не для оппонента, а для себя называется. Разбиться об оппонента блинком просто. Так, сталкеры подлинкли, всё-таки минуснул. Привет, монет. Здесь адептики заходят сбоку. Кстати, можно, да, поразваливать здесь. Хорошо ворвались минералью. 5 ксм-ок как с куста уничтожено. Сталкеров всё 3 штуки. Так, 17 ксм-ок просто минус. Это хороший результат. Так, адептики ещё пытаются уйти, ну нет, они... Один уйдёт, да. И ну шоу, на третью. Ну, блин. Невриятный телепорт. Танки просто втроём залпанули. Сейчас минус. Всё. Здесь сталкеров надо больше. Я чуть не понимаю. А, ну вот добавил вроде как фир. Здесь ещё... А, в дарки после адептов заходят. Дарков надо на мейн заводить, не на вторую. Точнее, сплитить вообще. Хотя на мейн вот здесь туретка. Но вокруг можно обойти, на самом деле, вполне спокойно. Здесь везде туретки. На мейне дарк не в рабов идёт, а рубит какую-то лаву зачем-то смешную. Здесь у нас движуха идёт. Колоссы уничтожены. Какая ж кривая позиция у эфира. Колоссы не прикрыты ничем абсолютно были. Залетели викинги с капшика. Мне не пробито. Залетели викинги на муве. Колоссов слили. Они даже не подрались вообще с био-юнитами тирановскими. Пошёл залп от дестабилизатора. Есть ещё. Ещё есть. Ну, успевает у термала отходить. Чётко контролит. И ещё раз успевает отойти. 140 на 160. Ну, кстати, запас ресурсов у эфира хороший. Пока что он держится. КАС в этом турнире же катает. КАС катал в этом турнире вчера. Но сегодня КАС уже не катает в этом турнире. 67-53. По экономике-то всё нормально. У эфира каосков постраивает. Выдвигается вперёд ютермал. Здесь прямо рядом с центром начинается добыча у эфира. Эфир заходит тем временем к ютермалу сюда, ко второй базе. Чё-то не понял. Развернулся назад, пошёл. Что за глухость? Ну, ты уже пришёл в размен. Иди ты убивай его. Ё-моё. Тирану это тяжело на самом деле. Прикиньте, у тирана на данной стадии. То есть у бродца есть дарки. Ты просто спокусил ему пару СС. Вот эту, вот эту. И всё. Для него это катастрофа. У него две СС-щики с обнаружением на такой стадии. Это провал. Так, залп от эфира проходит. Ютермал умудряется запугать дестабилизатор. Дестабилизатор в молоко стреляет. В итоге есть один дарк. Он не помогает. Чтобы, блин, грамотную термосплиться ничего не сделает. Ну, что ж, неплохие залпы. Танки снизу прикрывают. Либераторов био много. Короче, разваливает здесь у термалфира. Дестабилизатор сейчас попал, но ГГВП всё равно. Дестабилизатор сейчас попал. Дестабилизатор. Так, жду инвайта, надеюсь. Не забыли там про меня. Ху, я как-то... Поел. Сонность нападает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, термал 1.0 Погнали далее Продолжение следует... Проверил прокси все сейчас феер Боится, что ее термал прокси Бараки, видимо, где-то пилят А Нексуса что, не будет, что ли? А, другая пробка Нексуса выехала ставить Что-то прям слишком боится, по-моему Феер ее термала в итоге с Нексусом Завтыкал не вовремя, я его добавил немножечко даже Кибернатику надо пилять Ну что, пробка заехала Крампи Сейчас проверила Увидела Марика, увидела ЦЦ В общем-то у нас феер и термала То же самое, собственно, что и в прошлой игре происходит Так, кофейку будет Взрываюсь сейчас, я так хочу Че-то прям реально Ну это час дня, час Час-два Это время такое самое Новопряжное Хотя я встал 10.40 сегодня Чей MI Чех bill Ширай лёг Серьез Мама пил Раз захоч easy пил Мамамамамамамамда В mermaid Фор мммм ну что, адептикам заходит вверх Проверяю, что-то происходит, видит по акту, видит Старпорт, прекрасно, это передроб Марика Минок, естественно, от Ютермала Полетел очередной Мул, не понятно, зачем кидать Мул на тот Минерал, на котором уже, давай, кинь-то на этот сразу Ну, буквально, там, секунду он потратил, чтобы переехать СМ-ка, минус, конечно же Лигита, блин, делается, обсерверы делаются, здесь полетели Марики, точнее, не Минок, а Мариков просто Интересно, сейчас Минку и Термал, смотрите, кстати Копал на вот этом значке на этой карте, вгодите, это его значок или Ну, это какой-то на карте значок, я так полагаю, а здесь нету так подобного А нет, это его значок Короче, стандартный Ютермалобилд, обратите внимание, 7 Мариков, 3 Минки, разводочка Здесь нужно юнитов держать на второй базе, иначе больно будет Что фейеры делать, здесь Марики опять на мейн залетают Здесь сталкеры уже ждут, Ютермал не стал даже пытаться дропнуться Ир все знает, что делает Ютермал, и сейчас блин через 2 секунды уже будет готов Ну, а с блинком будет гораздо проще, если стандропы встречать Ну, а лучше Ютермалу тупо ничего не терять здесь, чем потерять и ничего не убить Ну, и третий Никс уже, так-то экономические перспективы просто очень даже неплохие в этой игре То есть все достаточно четко у него, ё-моё, 27-16, здесь можно уже просто один из рабов переводить Здесь 16 останутся также, здесь 3 Минки плюс 7 Мариков На сталкера дропчик Марика пошёл, фейер спускается вниз, убивает Здесь в это время Минки залетают 3 штуки, минус Минки Просто четко фейер отбивается, просто четко умеет, могилд Реально, тут по-другому и не сказать 61-47 парабам, 98-74 по лимиту общему Ну, такие игры реально надо врать Отбивается идеально, но среднюю стадию проигрывает напрочь просто Раннюю вообще всё идеально Так, какую граффити я не понял, применил Аааа А это типо Прикольно, кстати. Это типа за деньги покупается тоже, что ли? Не понимаю. А нет, вот. Вашу текущую эмблему приказывать. Это поразительно. Прикольно. Не видел такого. Нужно эмблему Нужно эмблему иметь, чтобы отобразить было, что 6 гейтов. Роба работает. Плюс 5 еще добавляется. Видите, где они? А, это вот плюс эти. 8 гейтов будет, короче, сейчас плюс колоссов. После атаки делается армор. Но есть уже твой лайт. Нахрен после атаки делать армор, если у тебя уже есть твой лайт. Не понимаю. Делает и вторую атаку. Но вот в линг сталкеров адепта колоссов. Атака это просто, ну, гораздо лучше, чем армор. Хотя армор тоже, ну, без него никуда. Мастер диммер. Ну, на гг-плеере показывают у людей. Либо браузер можно попробовать сменить, либо версия не последняя на том браузере, как бы, которым ты смотришь. Скорее всего. Что-то летают дропами рядом друг с другом, чем оба видят прекрасно, куда летят. Ну, посмотрите. В итоге, какое отставание вначале у термала было, а сейчас он уровень и даже по лимиту опережает. А, вон, пять граффити может иметь каждый игрок. Теперь понятно. Так, адептики доварпили. Здесь миночка есть, ее не видно. Четвертый Нексус Вера готов. Ну, Нексус готов. Отсюда можно рабов спокойно несколько штук перевести, но нужно ведь и подстроить было заранее что-то на четвертый Нексус. 170 на 157. Фера больше по лимиту до сих пор. Пожил этот раз-две, но почему-то криво они работают как-то, я смотрю. 2-1 у Фера готова. Ну, вот, смотрите, варпит юнитов, закажи-то 3-2, блин. Там 2-2 уже делаются давно, у него ничего не заказано. Косяк, безусловно. Какой-то здесь давку устроил Фер своих юнитов, они не могут спокойно зайти на ФГ. Просто. Минку одну дестабилизировал, сейчас викингов много строится, там у оппонента его. 6 часов надо пробить, значит, а он стоит. Посмотрите, какой просто пассивный и медленный. Ну, пробей сразу, заранее ты все это сделай. 3-2 наконец-то заказал, молодец. С испугу стреляет дестабилизатором, смотри, у нас Фер. Колос чуть-то надемеджил здесь. Хорошие, МП поперли, сейчас. как же криво контролирует, это просто курпус какой-то. Он просто ходит вперед и не дерется. Зато дестабилизаторами стреляет. Тут лучше, реально, в тысячу раз лучше было, просто он просто армию свою нормально контролил, а не дестабилизаторами там куда-то стрелял бы. Призмы, я так понимаю, нету. Надо вапливать дома и идти убивать из дома получается сталкерами. Здесь ни хрена вообще нету, нужно заходить убивать просто. Так, одного викинга дестабилизатором забрел сейчас. Ир. адепты заходят на рамку 140 на 109 по лимиту. прямо био-адепт телепортируется, это больно будет очень для оппонента Фьера или Термала. Но Фьер, блин, вот здесь танк, во-первых, на ХГ, еще один чуть дальше. Они демэж гигантский наносят, Фьер ничего сделать им не может. Во-вторых, как-то он сумбурно бьется, призмы нету, до варпа нет, и вот он сейчас отпускает, просто оппонент конец-то раскачал здесь нету, здесь камни можно пробить и нужно. Здесь ничего не оставил, зря здесь, просто еще нужно додобывать, на самом деле. 50-ку минус, ну и термал, ГГ, пишет 1-1 неожиданно просто. Смотрите, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Одни корейцы фактически остались Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я здесь, среди теней. Всё, ребят, пора комментить. Пробочку одну подрезал, Ютермал реперком, в этот раз ранний стимпак дробчик играет, кстати, не предыдущий билд с минками, абсолютно щитоверное решение от Ютермала, потому что если в первой игре Фир, законтрив его начальный Хараса, в первой он законтрил, правда во второй вообще в хлам законтрил, он проиграл, потому что, ну, менее чётко исполнил, то во второй игре законтрив в хлам вообще Хараса, Фир смог дожать оппонент своего, вот, ну и нужно как-то, да, подстраиваться, что-то здесь делать, Ютермальчик, он в итоге играет совершенно другой билд, это передробка к Акзергам, в общем-то, Мариков, 16 штук сейчас будет, но пока 14 есть, вот чё тут этих двух-то не подождать пацанов, Ну, цели нету здесь убивать, просто, да и навряд ли получится убить, да, но третий Нексу изи отменить получится Ну, здесь Твайлайт пара заказана, здесь, между прочим, танчики уже будут сейчас, в ближайшее время Ютермал разгружается и, между прочим, Гвардиан Шилдата ещё нету А без Гвардиана драться здесь, ну, очень тяжко будет сейчас Ну, двух адептов Ютермал подрезал, потерял три марика и летит вниз сейчас отменять, видимо, третий Нексус Нет, решил вообще не драться здесь, ну, кстати, мог бы, да, и получить по башке сейчас Ютермал, если бы решил драться Потому что с марики без щитов они не очень-то сильно решают Сыклонов не юзает, ну, Ютермала хороший контроль, но вряд ли ты адептами его поджал Ну, в принципе, да, вот, с пилонами с лоу-граунда можно как бы оплататься Ну, здесь карта на четырех человек, здесь надо разведывать очень рано Выход от Ютермала пошёл 20 секунд до щитов готовности Два танка плюс марики вперёд бегут, марика один забегает, тот тут видит Ютермал, что происходит Не обязательно, сломя голову, то так было мариком ломиться Прям в наглую Ютермал подпродца армию приходит, пилон будет уничтожен Никаких уверчажей, соответственно, мы здесь не увидим Сентрю убил, марики разваливают Надо танки бы подвезти сюда, просто ближе, и всё Что Ютермала делает? Поближе подвёз, третий Нексус разваливает Лимита больше Не работает, тут Ютермал действует по принципу Не работает билд предыдущую макро Сделаю двупазовую тему, я её умею делать И правильно абсолютно делает Вот здесь танк потерял, правда, зря Но это 2-1, ребята, это изи от Ютермала Это ГГВПГЛ, ГГВПСЮТЕЙЮТЕРМАЛ Вообще в мясо просто разваливают Это уже Ютермал знакомый мне и нам всем Так, что у нас сейчас идёт, надо смотреть Ферал, кажется, с хирварином идёт Интересное ТВЗ Погодите-ка, сейчас я посмотрю Это уже, а, Снутылейзер Так, это уже следующая стадия А это куда меня инвайтит? Оп, отлично Это то, что нам надо Короче, через 2 минуты начнётся Я кофе как раз поставлю пока, ребят, ждите Это так вот Это патрулья И так вот Патрулья Патрулья О, вот Продолжение следует... 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 А стрим-то будет просто нереальное количество времени. Я уже сказал, что финал на 2 часа по московскому времени, на час по европейскому только выставлен. Так... Правильно я посчитал... Спасибо еще раз... Ну что, здесь грызет камни, сирал, я пойду кофе сниму, атаковать... Алису ты больше не видишь на стриме, к сожалению, Алиса умерла, я уже об этом рассказывал... Не раз... Не буду много рассказывать... Новая королева создана... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Войска Роя атакованы. Рабочие атакованы. Войска Роя атакованы. Вот я балбес-то, а. Пришел на кофе в тайминг, он еще не поднимался. Стоял там в стойке, бил воздух, что-то там, в общем-то, кривлялся, угорал. И пока это делал, конечно же, кофе убежал нахрен всю на плиту. Называется... А, Алеша! Смотрим, короче, свирала против Хиромарина, ребят. Вот. Извините, но тут просто я реально сегодня встал в 10.40. 20 минут очухивался, пошел с Чарликом гулять, сходил на брусья. Это заняло мне 45 минут, где-то 50. Вот. Было кайфово, и мне это по-любому поможет сегодня стримить. Связался с человеком по делу, по моим трансляциям. Возможно, будут новые партнеры в ближайшем будущем, вы об этом узнаете-ка его, да? Вот. Здесь Харас тем временем от Хиромарина идет. Ну и пришел, собственно, и стрим начался. Поел и сразу начал стримить, в общем-то, данный турнир. Он с часа дня стартанул. И вот что-то меня в сон начало рубить. Так, ну... Что-то это... Надо кофейку было сделать и сделал. Спасибо. А также... У Алисы была опухоль, как бы, соска. Вот. Мама, ну, и носила ее, и удалили там в клинике. Но, видимо, надо все соски было удалять. Может, она подольше, потому что она немножечко прожила, как бы, не знаю. Ну, вообще, она была нестерилизованная. То есть, как бы, это тоже очень плохо было. Я о маме всегда говорил, но... Делал такое. В общем-то, развились на легкие метастазы. Походу, она дышала два дня, лежала уже, как бы, ну, плохо ей было. Отнесли, послушали, все плохо. По-моему, мама решила усупить ее и сказал сразу, что зачем мучить зверя лишний раз. Короче, такие дела. Ребят, криптумыр отсирала по всем направлениям идут. Но криптумыр аж целых 10 одновременно он вперед запускает. Это, поверьте, это очень прям тяжело делать. Вот именно играя с эргами, именно так грамотно плодить крип. А это чуть ли не ключевой момент, на самом деле. Только вот так, по-другому, необычный билд. Это билд в стиле воло такой у Хиро Марина. То есть он играет гелика баньшей. Три баньшей, а не королевы. Очень грамотно шатают с геликами. И роучи тоже дпс есть убивать, потому что только у геликов нету, соответственно, да. И он вышел в третью сэшечку и просто вышел в продакшн. Хороший био-юнитов. То есть просто свитч грамотный. И все вообще замечательно. Здесь у Хиро Марина я смотрю прям таки. Так, сзади королевы. С тыла пытаются зайти. Здесь пацаны прикрывают. Банши говорит, куда вы идете, животные? Мы вас сейчас прогоним отсюда всех. Вот, спасибо, Крендель. На себе чирик вообще залетает. Вот это да. Черепашечка. Ну все, это уже серьезно. Это уже желтая монета такая. Возможно, даже юбилейная. О чем это я? Спасибо, Крендель. Сейчас тебе добавлю. Вот и евро тоже мазила. 143, 157 по лимиту, как вы видите. Так, ну тут Хиро Марин жестко перестимпаченный. Потерял танки, потерял весь мех саппорт здесь своему био. Вот только медивак и 4 осталось. Ну и надо бы уйти, потому что могут и развалить. С приростом его. 140, 437, здесь реводжер и новый микоз есть уже. Скажем. Что тут пошло за адовая падежонщик? Крендель 17, фреш 16. Прямо богатею на глазах. Минералов выработано. Спасибо, ребят. День обещает быть перспективным. Спасибо всем. Полегче. Будем надеяться, да. Тренировки флешмобов в поддержке перед ноябрем. А ты обещаешься. Так, ну что Давид Хиромаринадова Сейчас 190 против 180 Только что было, но уже просел По лимиту 2-2, подъезжает Атака готова, армор 2 секунды Ожидание, армор тоже Подъехал, 2-1 сейчас будет У Зерга тоже играет, армор второй Но пока что на первом дрался Некоторое время сирал, фаербулы Падают, микоз не очень сильно попадает В это время контур забегания Один мародер конечно не выдержит лингу У него нет бонуса Какой микоз проходит Залез Хиромарин сейчас вглубь Обороны Зерга Сиральчика, но разваливает Хиромарин, посмотрите У него достаточно юнитов, чтобы убить По-моему здесь Прирост идет сюда Ну фактически это улын Ну как улын Это Очень сильное давление Без перспектив Съехать с него От тирана идет Я не стал бы это все улынами называть А то овердос мне просто устроит Желтый дождь Золотой За неправильность комментирования Я аж вам никакой-нибудь там искать в Асиве Комментатор недолуги Шутки шутками ребят Ультра выходит Это минус Сирал Вы видели все сами Задавил Хиромарин Успешно давил Не хватало экономики Просто тайминг грейдов у тирана хороший Исполнение тоже неплохое И реально не хватало грейдиков здесь Сиральчика не хватало мяса Не хватало лингов побольше Позиции что ли Привет степ КЗ Привет всем Ну а я вас всех рад видеть Спасибо за поддержку Насбер тоже уже там Прилетало Насбере пригодится Тут люди поддерживали просто Выводил, выводил Спейпала отовсюду Хопа Шесть рублей было За коммуналку Надо платить Бах Минус шесть рублей Блин Брав там накоплено было За месяца два А по некоторым и за три Оп Мазила восемнадцать рублей Гонка чемпиона Гонка чемпиона ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Димас, у тебя уже пекет что ли? Я ни на кого не наезжаю Это старая история, во-первых Во-вторых Комментаторы из К2 И в-третьих, вердос Поехали ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Фрэш! Красивый понт, дороже денег, как говорится Вот, что тут говорить, действительно Так Модила забыл единичку другую поставить А здесь вот так вот Спасибо всем, короче, братва Серьезные суммы пошли Кирамарин против Сирала бьется Съел эклерчик, кофе и так выпью Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, не понял Что-то Хирамарин испугался И даже Линга не добил Он побоялся, видимо, что где-то здесь еще Линги пробегают В итоге ничего не нашел и этих упустил Линк скачет домой и думает, блин, проперло этого маньяка От маньяка ушел просто, ну Можно заявление в зерговскую милицию написать сейчас А то какие-то там летают преступники А как там в Старкрафте Риперы-то они все там преступники Типа по Старкрафту А мародеров там 86% Опять два Линга И вот он этот покоцанный Опять он прилетел на хвосте Сидит и опять по нему стреляет Вот он был тот демедженный И опять риперочек по этому Лингу бомбит 30-26 Пурабам 29-26 Сейчас Вместо того, чтобы забежать за спину риперу попытаться Сирал сейчас Прогорел, в общем-то Ох, за пятку не пустил сейчас Последний удар был по риперу сейчас Но Не получилось спускнуть Так, здесь Лингов королевы не пускают Пустите же их Но этот Гелик уже никуда не денется Это факт Линги быстрее бегают, чем он летает Здесь в это время Минки с Мариками пошли Так, тирал Минку, фокуснул Вот это было царски называется Вижена нету В такой ситуации Минку фокуснуть Это вообще было великолепным решением Почему? Потому что Если в спинах копалась То Тиран бы просто мог бы загрузить своих юнитов Отлететь Минка куда-нибудь стрельна Он бы рядом разгрузился То есть он бы сделал бы Все очень-очень четко Мог бы сделать тиран В этой ситуации То есть он Сменил бы позицию просто И заново бы атаковал бы А так у него закончил сразу все В огненные мародеры Ну это как фаербаты Из первого Старкрафта В компании там были такие У которых утка подгорает В общем-то контроль от Хиромарин Пытается как-то закрепиться Либо передропаться На Харасить Здесь танк 4 мареками Девак Здесь то же самое Можно вместе все это взять Перелететь сюда Двумя танками Плюс 8 мареками Под Харасить Попробовать Например Нужно дропнуться Рассиджиться Как бы И перелететь Просто в другом направлении Видимо Что-то Хиромарин Ездит 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 Что-нибудь Сделай уже что-нибудь Кстати Просканите Сюда Можно 4 крипту Думаю Выбить Очень даже Неплохо Ой-ой-ой Засадил танк И как раз таки Фаербу Туда упал Криво сконтролил Хиромарин Вот кто-то спрашивал Кайклил Что ветерман Лучше Наверное Сейчас Тиран Евроса Кто-то про Хиромарина Спрашивает Пожалуйста Здесь не так много Было контроля Чтобы законтролить Уверен Что у Ютермала Такую ошибку Может раз Раз из ста Увидишь Таких моментов И то Может быть Нет И Ромарин Живот Просто косичнет Может он Дальше Сто раз Не косичнет Но я сомневаюсь Как-то неловко Было с его стороны Но безусловно Уровень у Хиромарина Вот в последнее время Поднялся Очень-очень сильно Он стабильно Топовый такой чел Ну не самый-самый В Европе Ютермал Самый-самый Сейчас Нерчус Нут Ютермал И Лейзер Там Шоу-тайм Как-то Что-то нестабилен Но тоже Как-бот Самые топы Такие Не знаю Кто еще Харстом И всякие Там рядом Так Здесь 4 линга Грызут Тиран Веет Но они долго Засыщены Грызут Можно просканить Сейчас Я не знаю Почему Хиромарин Крип Упорно Не хочет Сканить Контролить Здесь будет Бункер Депошечками Застроенный Такой Интересный Хиромарин Было Вот этих Проходов Узких Выгодно Для Тирана Четвертый Уже Занял Сирал И Хайф Уже Почти готов Ультралы Скоро Попрочение Ультралы Ультралис Кеверн Адреналины Ну и Сами Ультралы Ультралы Хорошие Фаербуллы Два Медивака Минус Танк Минус Это время Забегания Идет Сирала Сирал Верет Что здесь Бункер Врывается Ко второй Базе Хиромарин Не закрывать Депошки Нигде Вот вам И топовый Хиромарин Ну что за ошибки Ты просто Закрой Депохи Здесь И здесь Потом И все В итоге Просто 25 КСМ Минус Вторая база Унижена Просто уничтожена Мейн Уничтожен Унижен Разгромлен Просто нахрен Линги грызут Все Вообще в хлам 1-1 Против 2-1 Еще и Емой Сколько бьют Они погрызли 117 на стол Одно забегание Минус Тиран Пожалуйста Еще и второй Армор Выгрыз Вот если бы Выгрыз он Атаку Еще Сирал А не Армор То это 100% Вообще Было бы Просто Сверхцарский ГГ Да это и так 100% ГГ Тут 3-2 Здесь Ультрал Армор Пошел Здесь 4 база На 3 базы Тиранов Какие Причем 3 2 недобывающих Здесь одна Только добывает Ну здесь Можно часть КСМ Сюда перевести Просто Оставить там 10 10 перевести Пусть там 20 И подстраивать Новых КСМ Пытается Давить у нас Хиромарин Упс Маритов Клам принимает Сирал Боевой лимит Да у Хиромарина Остался Вот он весь Вперед идет Сейчас Боевой лимит Сирал решил Причем Отдать Четвертую хату Ну Не знаю Он не рискует И правильно Здесь армия Хрупкая очень Реведжеры Они реально Хрупкие Против вот таких Миксов С танками И Био А здесь 6 ультралов Было в до заказе И поэтому Сейчас естественно Нужно было Немножечко Подождать Здесь опять Забегание Лингов идет Но здесь Био в этот раз Есть Тимпач Самарики Мародеры 10 секунд До уникального Армора 4 ультрала Уже есть Там пару Строится Сирал идет Киромарина Идет вперед Сирал сам Поломился 2 секунды Все армор будет Все армор готов Теперь можно Накидывать Микралы Плотные Здесь ГГ 1-1 Изи Сирал Вторая игра Ну как Флам Первую Сирала Пронес Так и Сирал Ответил Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что Ждем Анвайта Айнур Поддержал Ваш канал На сумму 301 рубля Сообщает Налоги Платишь Читал Хотят Ввести налог Налог На тунеядство Так Давайте Сейчас По летоту Пообсуждаем Еще Хотят Ввести налог На тунеядство Я видел А я хочу Все этих Гнид И все этих Харь Которые Смотрят Просто Оттуда Проворовавшихся Ну В трудовой Лавель Например И что дальше Скорее Они налог На тунеядство Введут Но Я думаю Ни к чему Это не приведет 1-1 Спасибо Все За поддержку Что тут Говорить Субтитры Да будут Офгадить В любом Субтитры Это все Субтитры 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 Улучшение завершено. Так, ребят, короче. Смотрим игру. Привет, Белов Павел. Королева успешно создана через масс риперов. Начинает сейчас хиромарин, как вы видите. Риперы летают, здесь стреляют, харасят. Понемножечку. Так, начался пригар проект. Налог, короче. Я лично думаю, ничего не введут, в общем-то. Так, оттачит тысячу ренов на Сбер засылать. Спасибо. Оттачит от твоих верных зрителей. От твоих верных зрителей семьи оттачит. Семья оттачит. Звучит прикольно. Спасибо тебе большое. Семье привет. Не болейся. Зима наступает уже. У нас тут уже максимум плюс пять днем. Ну что, Сирал здесь отбился. Изи от риперов, насколько я вижу. Потери. Вообще, посмотрите, один рипер на два линга. Это хорошие потери. Вот. 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 А, тем более, кстати говоря, я совсем забыл, у меня же как бы опекунство оформлено на, было на 5 стариков, сейчас на 3, как бы, или на 4, то есть на дедушку моего, там на мою пару родственников еще, как бы, вот, то есть с этим работать нельзя, то есть, как бы, у меня вообще это не касаться не будет даже. Вот. Ну, это сделано для того, чтобы к пенсии побольше прибавляли, просто пару тысяч, что-то такое. Короче, ничего там никто не ведет, в общем-то, это насрана вообще всем. А вот пидоры эти, я извиняюсь, точно в лагерь поедут в ближайшее десятилетие, блин. Может, десятилетие, но я верю, что при моей, при нашей жизни еще, как бы, это случится. Давайте, все, короче, не будем об этом, поаккуратней в чате, а то следит за вами большой брат. Это я, как бы, большой брат, а не кто-то там еще. Ну, что, риперы плюс марики, 2-4 марика, все вперед движется, щитов еще пока нету. Ну, надо заходить, сейчас с гранатами можно больно сделать. Один рипер уже зашел, ему кабину развалили, просто сейчас роучи. Так, королеву протрансюзил, сказал, вторую не смог протрансюзить, как гранатки-то решают сейчас, да? От замеса откидываются юниты и все. Так, королеву протрансюзил. Ну, да, там 2к за человеком, в смысле, это человеку платят. Я даже, ну, ничего там нет, вообще отношения к этому не имею. Там есть, ну, бабушки, которые одни живут, в общем. Пусть и внешние деньги будут, и все, если есть возможность. Так что давайте завязывать про это, а то я говорю, вы говорите про налогнутую иньезду. Недавно был просто разговор про то, как зонд на комету Герасимова, как там, Чурюмова-Герасименко, вот, приземляется, вот. И то оттуда, там, Путин с Обамкой вылезли откуда-то из этого зонда в часике, а вы тут из этого хотите, сейчас тут пожар начнется голимый. Вот. Вот так вот. Короче, ребят, все это полная шляпа. Поставлю-ка я, что-то подфриживает иногда немножечко. Пинг поставил, 50 пинг, все нормально. Пинг поставил, 50 пинг, все нормально. Так, кто-то лагает, сам Сирал лагает, что ли? Так, кто-то лагает, сам Сирал лагает, что ли? Игра возобновлена. Так, гоу-гоу, пишет Сирал. Кира Марин пытается сдать, 144-167 по лимиту. Четвертый уже занимает, 59-73 по Рабам. По экономике у Сирала все хорошо, по Грейдам, как и в прошлой игре, тоже все замечательно. Здесь на ХГ стоит, между прочим, Тиран ждет. Заказ у Сирала пошел серьезно, по лимиту в плюсе, по боевому. Нужно, чтобы побыстрее доделался Кугость, потому что пока что один армор на 1-1. А сейчас будет 2-1 в ближайшем будущем, и это будет очень хорошо. Здесь какой-то Роучи побежали, не туда отдались. Пытается Сирал... Ченхиро Марин пытается Кребись шатать. Да, шатал Кребтуморы. Выбил 2 на центре. Ну, не решился Хиро Марин дальше идти. Ну, значит, надо переходить в Либераторов. Значит, нужно добавлять, соответственно, продакшн. Может быть, и уже о Гастах сразу подумать. Четвертый СС вообще нету, это плохо очень. Здесь уже 3-2 заказывает Сирал. Обратите внимание, до готовности ультрал Кэвернад. Все, не жалеет ресурсов на Грейден. У него уже 4 базы, куда жалеть? Смотрите, сколько скоплено. Здесь надо максимум Грейдов делать. Здесь уже шпиль пора Зергу ставить, и в нем Грейды начинать штамповать. Газ на 4-й. Можно базу 5-ю. Да, вот только я сказал, уже вижу, заказывается Сиралом. Она издалека вон поедет. И так, здесь забегание идет. Опять бункер. Бункер хорошо стоит. Бункерам ничего не поделать будет. Здесь идут мародеры отбивать. Какие мародеры-то? 5 мародеров, как с куста, сейчас принимает. Очень дорогой юнит между собой. Ну, как хочешь, 100 на 25. Даже гидрал его дороже. Но, тем не менее, все-таки подороже он марик. А эффективность, собственно говоря, 5 мародеров. Не, ну они, конечно, пожестче. 5 мариков против лингов. Потому что у них тупо больше хп и дэмэдж. Да, там у них тоже есть более-менее. Ну, ненамного, короче, слабее маленьких подрались. Здесь идет уже атака. Ультрала заказана. Но 200 в 200 не рискует. Зерк пока драться. Вот микоза где вообще? Микоза ж есть. Почему микоза не выкидывает? Я не понимаю, Сирал. Какой жирный куча там стоит. Сейчас так идеально могло зайти. Вот, посмотрите, вот сюда сейчас кинуть микоз. Фаербольчиков несколько и все. Сирал принял решение. Да он, да даже вот на дальнюю перевести. Он на дальнюю сейчас и переводит базу. Эту хату отдаст. Молодец, четко все понял, что туда нужно. Ультра выходит. Ультра уже с армором уникальным. 3-2 тоже доделываются. Надо бы не упускать тирана отсюда. Оп. По одному всего медиваку попал Сирал. Зря упустил, зря упустил. С ультралами мог бы сейчас просто поймать и все, как мне показалось. Но ультралов много еще в продакшене было. Поэтому решил отпустить. Здесь вот надо бы криптумор запилить, иначе вот 6 личинок они погибнут просто. Это будет не очень хорошо. Они без скрипа не могут жить. Так, Ира Марин идет теперь через 6 часов вперед. Либератор вроде как добавляет. Здесь 3-й когуть уже пошел. Шпиль. Здесь можно после армора рейнджовую сейчас сразу пилить грейды. Не помешают тоже. Потому что здесь, смотрите, сколько. Здесь и реведжеры, здесь и королевы, естественно. И здесь много чего есть. Идет вперед Сирал. Микозы пошли. Просто великолепные. Ой, как фаербулы бомбят там. Медиваки, Либератор, 160 на 197. И все, Тирана уже выход забуксовала просто. Ой, как фаербулы бомбят там. Второй segue уже. Об puisних пока. Кто знает, это королевы. Они так embавляются. Да, это уже бомб attentатся. Вот этот joins-первых. Так, рейнжовую тоже Сирал делает, как, в общем-то, то, о чём я и говорил. Шпиль не в Грейтер Спайр, не в Морфис. А вот пошёл Грейтер Спайр, второй шпиль для Грейдов, всё правильно, Сирал абсолютно делает здесь, запас ресурсов тоже копится. Ну вот здесь как-то нужно Безергу поактивнее действовать в таких ситуациях, а в чём активность-то проявлять? Во-первых, не сделан Грейт на мув овером, то есть сейчас сделать мув овером, Грейт оверсиро заморфил, запилил Нидус, сюда пролетел, хоп, сюда Нидус пошёл. Там пару ультравов, пару лингов, ну и лингов какое-нибудь количество выпустил, нормально бомбанул. Так, Либератора одного Сирал выбил сейчас. Инфесторы вот где-то сзади, здесь в таких движухах, пока гастов нет, инфесторов смело можно вперёд ставить. Тиран выходит, правда, нужно быть предельно внимательным, иначе тебе просто выставлены вперёд инфесторов за хокусом Тиран. Так, забежали Лингена вторую на мейн, здесь просто приоритетная цель Д-площечка, которая 16 лимитов занимает, Д-площечка и минус. Смотрите, сколько у Тирана Саплая в плюсе было. Но Лингена 3-3 с адреналином, что они творят вообще в Саплай? Блок просто загоняет Сирал. Вот молодец, чётко действует. Смотрите, просто строить юнитов собрался-то, не, братан, не построишь. Здесь ультрал бьётся с Био, но он всё-таки расконтролил здесь Киромарин, еле-еле. Погиб ультралец здесь. Так, Линги выходит, надо несколько Лингов. Да ещё пройти, ещё один ультрал, бежит всех Роучий. Всё, шатает здесь, а ультрал пришёл, ему вообще пофиг. Линги до сих пор напрягают. Так, Депошечек Экстра Саплайф, видимо, накидал куда-то. А, он заказал сразу вот здесь вот Депох Киромарин. Очередное забегание Линговка. Второй базе Сирал делает всё верно. Не надо, вот ни в коем случае, да, сидит, копится, технологии копят, грейды делает. Но абсолютно ничего не делать нельзя вообще. Ну, постоянное забегание с Тираном. Вот он, кстати, оголил вот это направление, и всё, забегая не хочу, как бы шатая не хочу. В шпилях пошли грейды уже 1-1. Можно и рейнжовые продолжать на землю делать. Здесь базу придётся отдать Сиралу, вот он сразу на дальнюю повёл. Линги забегают, ультралы на планетарку пошли. Планетарка минус, решение-то правильное от Киромарина, безусловно, вот эта планетарка. Ну, как-то, во-первых, поздно уже до этого шатал Сиралу. Во-вторых, планетарка, если ты делаешь, нужно в инженерках. Они живы вообще? Не вижу инженерок. Нету инженерок, убили линги, видимо, инженерки, я не знаю. Нужно армор на здание делать, зданческий армор Тиранам обязательно на такой стадии, я уже об этом не раз говорил. В рейнж-туреткам тоже желать, но здесь он, конечно, особо не нужен был сейчас на этой стадии Сиралу. Но, в любом случае, он пригождается. Здесь Микозы по Био, по Аэрбулы, по Либераторам. Великолепная игра со стороны Зерга Финского, я бы сказал. То есть, он просто не дает Тирану расслабиться, он его, Тиран, даже стационарную оборону выстроить не может. Просто туда забегание, сюда забегание, зашел армия, несколько Файрбулов, разменялся, Либераторов забрал, Медиваков забрал, Био забрал, а Тиран на четырех базах сидит. Здесь же баз 5, шестая он ставится. Рабочих больше. 3D делаются, шпиль А2 есть вместе с Грейтер Спарром. Сейчас Караптеров подстроят на свободный лимит. Почему Караптеров не подстроил Тирану, я не знаю. А здесь, смотрите, здесь, во-первых, 3-2, даже третье армон не сделал, на третью броню на Био-юнитов не сделал Тирану. Во-вторых, поздние слишком Грейды на воздух идут. Да и Либераторов всего 4 штуки. И еще бы рейндж бы у них был, тогда бы фай... Вот с рейнджом Либераторов, файрбулами, вообще убивать невозможно практически. Ты не достанешь до них, тебе обязательно в рейндж нужно будет попасть. Вот. Броню выбил. Кстати, Сирал, да, эти инженерки выбил Сиральчик ему. Это очевидно было, что если нет, инженер их, значит, и армор будет, скорее всего. Файрбулит Сирал, 180-200. В лимит еще файрбул пошел. Прямо по 2 Либератора сразу берет. Идет вперед, в общем-то, Хиромарин. Наносит Сирал ему большой дэмэдж. Терпит, пока терпит. А терпит чего? Караптеров ждет. С Караптерами надо будет. Пошел замес. Караптеры наломились. Либераторов абсолютно нечем прикрыть. Его явно здесь недостаточно. 120 на 150. Ультралы вроде как упали, но после Либераторов начнут страдать медиваки. 88 лингов. Заказано 2 ультралы. ЛГГ, пишет Хиромарин. Сирал великолепно отыграл. Первую слил, дальше победил. Ну, здорово, черлес. Так. Нужно добавить. Ждем следующей игры. Сейчас уже и Стрэнджи пара приближается стремительно. Сейчас. Открою, если хочешь, они на окно. Продолжение следует... 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 Я не понял. Геннадий активировал премиум на ваш канал. Геннадий её... В приветствии стоит. Нет, в приветствии это не стоит, это тебе надо обновиться. Наверно. У меня везде всё поменило. Нет. 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 Спасибо за премиум, за все дела. Нет. 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 Гудгейме, я смотрю тейк ПП, болеем за Стрэнджи плей-офф и скадывается и на твиче тоже, вроде я все переименовываю. Сейчас твич проверю даже. Да, везде все переименовываю. На твиче сразу красный мужик вылет со стремным звуком. Ламбо Диму Слим, поехали, в общем. Кто будем стримером или игроком? Ну, естественно, игроком. Стримером ты, если уже стал, что тебя смотрят, как бы знают, что ты нормально комментируешь, нормальный чел. Вот, то тогда тебе уже не, ну, супертрениться-то не надо, как бы, у тебя уже все есть. Ну, хотя тоже практика нужна. А игроков каждый день, пожалуйста, сиди и играй. На iPad'е когда заходишь, странно. Не знаю, в чем прикол. Ну, вот. Так, спасибо, Кит. Три пятерочки на Сбер. Это Aikido, Серега Топч. Спасибо тебе, Aikido, спасибо, что смотришь. Вот, большое тебе. И за поддержку, конечно, тоже. Вот. Ну, сегодня я весь день буду здесь, поэтому приходи, смотри. И все, ребят, смотрите, зовите сюда. Чем дальше, тем интереснее будет. Почему? Потому что у нас же только начальная стадия Ro16, то есть, Ro16 это одна восьмая, грубо говоря, с лузерами. Вот сетка Double, сетка Elimination. Ну, и далее будет самая топовая стадия, соответственно, будет самая интересная. Уровень будет все выше и выше, естественно. Вот игры все интереснее и интереснее. Так, Батура озвучка. Какая у Димуслима озвучка? Давайте послушаем. Улучшение завершено. Спасибо тебе, Aikido, еще раз рад видеть. Так, ну что здесь? Подкапливаются общие-то линги, все подкапливается. Реперочек стоит на ХГ. Шесть лингов, четыре дрончика, две королевы заказаны. Все стандартно абсолютно. Здесь реперок отстреливает дрончика, пытается убить. Ламба внимателен заказывает скорку. Хорошо, что мне нравится в Димуслиме, это его контроль. Нужно фокуснуть линга красного. Он фокусит красного линга, мимо не кликает. Здесь у нас стеночку достраивает. В общем-то, марик и танк. Сейчас будет медиваг. Минку переконтролил. Просто царь. То есть, вместо лингов по королеве ударил. Прилетает реперони, сейчас снизу тут начинает стрелять вместе с мариками. Бункер пошел, с лоу граундов, рейсинг идет. Юнитов потерял. Тиран ноль при этом. Все, вообще молодец здесь был Димуслим. И прилетает танк с еще мариками группой. Нужно танк засиджить. Минка по личинкам залп делает сейчас неплохой. Уводит минку из-под скорки. Димуслимы... Да, они видят эту минку сейчас оппонент его. Вышла новая королева, тут же появилась. Получает залп от танка. Причем, сплэшем погибли сейчас личинки. А танк наносит по бронированным 50 демеджа. А личинки, они бронированные. Соответственно, 10 это бронит. Я думаю, что это бронированные, да, как бы юнит. Так, по королевам еще один залп. Медиваг падает. Здесь Димуслим фокусит демеджа на королев. Бункер с четырьмя мариками здесь сидит. То есть, бункер, в принципе, прикры... Бункер, в принципе, полный. И есть КСМ, бункер вычинивается. Спорку сейчас Димуслим минуснет. 66-82. Ламбо как-то больше намного по лимиту. Но что-то Димуслим-то здесь пробивает. На этой карте это очень выгодная позиция. Это в свое время как на Лостемплях. На Клиффе, просто на второй базой. А застроил и все. И ничего не сделать. Так, здесь КСМ-очки выводятся. Все будет вычиниться. Если два марика есть, без бейнов забегания. Не особо решает. Так, это минус хата, ребят. Даже не помогут. Трансфюзи здесь, это факт. Можно хату целенаправленно было бы сейчас фокусить. Пытается разваливать здесь Ламбо. Лингов набегает. Ну, очень много. Но живут танки. Живет бункер. Марики как там кроют? Замечательно. Просто царь контроля Димуслима. Проскань, братюнь. Что-то не сканет Димуслим. Ничего, подведи танчики сюда. Танчики подводят. Достанет до хата вообще. Достает одним. Второй не достает. Но хата выбита. Это главная цель вообще всей движухи. Это и было Димуслимские потери. Вообще 1200 на 300, как вы видите. Набегает еще раз линги. Танки без Сиджа. Но тут уже не уйти. Этой группе абсолютно очевидно. Да, потери сразу же увеличатся. На тысячу причем. Но дело сделано. Хата выбита. Дэмэдж гигантский. А сейчас стимпак. Сейчас 1-1. Сейчас армори после 1-1. Логичные 2-2. И просто расшатывать будем Димуслим идти. Точнее уже даже не расшатывать, а лодку пробивать. Две миночки как-то полетело. Куда? На 3 часа. Здесь, да, здесь порки нету. 2-2. У Зельга пошло. Завтыкал Димуслим с армори. Здесь, ну, 40 секунд грейды 2-2 не закажет. Но это в данном раскладе не критично. Ну, вот эти камни не контролят. Косяк будет врыва с этой стороны, со стороны Зерга. И это может как раз-таки подрешать. Как раз Зергу сейчас нужно на забегание к ним это пользоваться. Но вот это не дело вообще. Так лингов сливать только. Только вроде как Ламба правильное действие. Начал делать дробчик минок. Минус 8 рабов. Где были? На этой, видимо, базе. А где тушки их уничтоженных-то? Не видно ничего-то. Здесь тоже хата восстановлена. Димуслиму надо дожимать. Если не дожмет, Кэш-Ламба сейчас отстроится. Здесь дробчик летит. Можно оверов пособирать по карте. Ну, Димуслим тут сразу не стал. В итоге все-таки дроб не уничтожил. Загружаться опять надо и дальше лететь. Видимо. Но здесь особо некуда дробу свою. Здесь уже линга-беллинга. Здесь будет тяжело. Здесь либо стенку надо делать. Да, Димуслим стенку сразу же запиливает из трех декошек. Экстра-сапплай пошел. Ну, все правильно. Без стенки, иначе забегания будут напряжены эти. Здесь среагировал великолепно. Только Ламба захотел его принять. Он загрузился, хитрецкую Ламбу, да? И улетел ловер, очередного принимает. Молодец. Нет, контроль Димуслима может быть сплит там какой-то невиртуозный. Может быть, конечно, и... Да не конечно, а точно, никакой у Ютермала контроль там, да? Но все равно, все равно контроль четкий очень. И опыт гигантский. Здесь бункер у нас пилится, который, в принципе, можно даже чуть подальше, наверное, вот так было пильнуть, чтобы он немножечко эту рампу закрывал. Минка шестьмариков куда-то там полетели. Здесь четвертый Сэшкар, нужно планетарку делать. Здесь надо помочь камни бы выбивать. Но, кстати, все бы хорошо, но хвалил Димуслима, взял щиты забыл. Ну, контроль сколь угодно может быть крутой, но если ты не делаешь грейды, и тем более уникальные на юнитах, то это вообще провал тогда. Эти-то тоже нужно делать. Ну, вот эти вот так, вроде делают Димуслиму. Ну, Ламбу 3-3 уже заказан, у Тирана 2-2. Когда Зерк Тирана по грейдам опережает, это, конечно, не очень хорошо. Да, в принципе, в любом матче Катя по грейдам опережает, это не очень хорошо. Минка не успела здесь жахнуть почему-то. Медивак живет еле-еле на пару ударов осталось. 185-156, Димуслим делает налом на 3 часа. Здесь просто разваливает мясо. В это время контр забегания. Бункер, конечно, помогал, но лингов что-то слишком много пришлось сюда, поэтому забегание жестко очень проходит. 3-3 делается. Сейчас можно грейды потерять, между прочим, 3-3. Но тут Либератор очень жестко помогает. Дехочки, конечно, упадут, но Димуслим продолжает убивать. Зерк отменил 3-3, потому что прям под атакой Тирана эти грейды в итоге находятся. Я думаю, что это 1-0 Димуслим. Так, дробчик на мейн. Спустился Димуслим вниз. Но тут много лингов-бэйлингов. Фокуса-бэйлингов нету. Надо уйти под Либераторов назад, что Димуслим и делает. Перелетел назад. 155-125. Ультралы пошли 4-го минуснуть. Ну тут если вычинивать вовремя даже и прирост привести, вот этот вот туда же, хрен знает, наверное, не минуснет лампа. Молодец. Хорошая реакция у Димуслиму. Вовремя, очень вовремя реагирует. Чинишь ты получишь. 1 ультрала пошел КСМ-ок бить. Надо увести КСМ-ок, прирост не выводится почему-то. А, вот что в это время контроль здесь идет. Но Димуслиму достаточно, чтобы пробреть. Нет, кто такой вообще. Без понятия. Без понятия. Без понятия. Без понятия. Продолжение следует... Продолжение следует... Думаю, что не должно получиться... Продолжение следует... 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 Так, ноу-спрей. Я не понял, что они имеют в виду. Ноу-спрей заставим ламбо. Новая королева создана. Королева успешно создана. Вообще без понятия, что это значит. Последнее время об этом пишут. Может, какой-то мемчик. Спрей. Спрей это в КСе, там, когда стреляют, зажимают, там, спрей, как бы. А что здесь в Старкрафте? Это же вообще-то значит, что это значит. Ну, кто-нибудь в чате прошаренное нам расскажет обязательно. Ну что, два гелика вперед едут. Ну, что-то про дрон-скал, про разведку дроном говорил ламбо в ответку. Подстраивается третья хатка. А-а-а-а, это вилки рабочих новые, точно. А-а-а-а-а-а. Больше не рисуй, говорит, это френ, типа, для муслим. Я, говорит, готов к разведке. Буду рисовать где-нибудь в другом месте. Наверное, на мэйне где-нибудь что-нибудь нарисовал там. Привет, Луа. Не будем оценивать шансы, будем смотреть игры. Я не хочу ничего тут оценивать. Поборяю просто за Стрэнджа. И в любом случае с лузерами этот турнир. Будет у Стрэнджа шанс по лузерам пройти. Вот. Отходит Ламба немножечко назад. Уверсира, я так полагаю, нету. Нет, лаеры есть. А где Уверсир-то? Почему он... Как Ламба фейлит сейчас, а? Как он долго делал Уверсира? Приходит Ленге, пытается минуснуть хелбатов. Но, ребята, под раздачу попадает Хата, и она минус будет моментально. Брудлинге, хелбатам вообще пофиг. Дэв вж... И Муслим тоже. Нет, что Брудлингам... Они бы за зал бы забрали их просто, а так они еще дэмэшку-то нанесли. Падает Банша, хелбат еще на пару разменивается Роучей. Один последний догорел. Бедняга, как он там корчится весь. Жарко. Параллельные матчи здесь пока есть. Лузера будут... Вообще, лузера будут параллельно с Венерами играть. Но Рос-16, там параллельно по два матча идет примерно. Но уже вижу, что ничего, по-моему, параллельно идет на данный момент. Стрэндж, например, не играет. А он должен одновременно сейчас биться, да, как бы? Так, пошел на мейн. Предупреждение за транслит. Неплохой нидус со стороны Ламбо. Это минус демуслим, ребята. Пошел еще один. Танк выходит. ГГ. Казалось бы, да? ГГ Ламбо, но нет. Нидус прошел. Транслитом только благо разрешаю писать. Вот. Потому что он хотя бы... Он хотя бы тащит. Ну и то, думаю, прикрыть эту лавочку. Так, зовет меня. А, почему? И niin, конечно. ноутбуки не для игр портативные игровые системы это постоянные компромиссы со слабым конфигом какая дерьмовая реклама ее мало то что не закрыть и у нее еще и звук не вырубить а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Привет всех на Рочкер Вердоса еще не выложил Вердоса вчера выложили другие Вердоса я вчера не стримил Вердоса вчера проиграл Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok